Трещины на стенах и на потолке – это здание амбулатории в селе Ивановка. В таком состоянии медучреждение пять лет. Еще в 2018-м строительная экспертиза признала, что помещение требует капитального ремонта. Фундамент, кровля, плиты перекрытия и несущие конструкции ограничены работоспособны, заключили эксперты. На тот момент здание усилили стяжками и подпорками, но стены все равно расходятся. Пациенты знают обо всех проблемах амбулатории, но другого выхода, как ходить сюда, у них нет. Балет там один, с детьми там неудобно, само помещение тоже, естественно, требует ремонта. Конечно, необходимо, потому что мы прикреплены в ЦРБ, к ЦРБ с детьми, конечно, но неудобно туда ездить, потому что прямого автобуса туда нету. У кого машин нет, приходится ездить с присадками. Селение большое, и Кадоли, и Приурали, все сюда. Еще хозяйство какое, Весеннее, Благословенко, Секаловский, Иванов. Здесь медицинскую помощь получают более 10 тысяч человек. На быстрорастующее население недостаточно и кадров. Сейчас сюда необходимый терапевт. Небольшая амбулатория требует серьезного расширения. Администрация Центральной районной больницы вышла с письмом к Министерству здравоохранения. И Министерство здравоохранения пошли навстречу, в связи с чем запланирована постройка новой модульной амбулатории на 2023 год. Новая амбулатория будет в разы больше этой. Она вместит и детскую, и взрослую поликлинику. Медучреждения построят по типовому проекту, такому же, как возводилась амбулатория в селе Подгородняя Покровка. Есть вероятность, что в будущей амбулатории появятся и узкие специалисты. А в лучшие условия потянутся молодые врачи. В 2022 году в Оренбурге появится шесть новых подобных учреждений. Ольга Энгель, Семен Воробьев, Новости дня.